Всем привет! Меня зовут Маша и сегодня я снимаю для вас, можно даже сказать, самое долгожданное, наверное, видео на моем канале, по крайней мере для девочек. Сегодня я хочу поговорить с вами о волосах, о том, как я за ними ухаживаю, какие у меня есть секреты для роста волос, для того, чтобы они были блестящими, красивыми. Так что не будем тянуть, давайте начинать и я надеюсь, что вам понравится это видео. Начать я хочу с того, что то, что вы сейчас видите на экране, это мои волосы, мои кучеряшки, я ничего с ними не делаю вот в таком состоянии, не после мытья головы и после того, как я их расчешу. Свои волосы я красила однажды только и я очень об этом пожалела, хотя сейчас волосы отрастают уже, вы можете видеть немножечко другой цвет, такое ощущение, что волосы немного выгорели. И этот эффект мне уже больше нравится, но если вы хотите покрасить свои волосы, я не советую вам этого делать, потому что тот цвет, с которым вы родились, я думаю, наиболее подходит для вас, потому что вас таким создала природа, таким красивым, настоящим. И ничего не нужно, особенно в юном возрасте, делать со своими волосами, это лично мое мнение. Красила я свои волосы уже достаточно давно, поэтому отросло уже практически все, практически все волосы, вот, и я уже жду не дождусь, когда вся моя длина будет с моим цветом волос, потому что ухаживать за окрашенными волосами намного сложнее и уход должен быть намного тщательнее. Когда я переехала в Киев, я столкнулась с достаточно такими стрессовыми ситуациями, я переехала еще ребенком, и так как я была домашней девочкой, для меня было достаточно сложно привыкнуть к киевскому темпу жизни, он достаточно быстрый, по крайней мере быстрее, чем в моем городе. И к тому, что я перешла в университет, у меня начались серьезные отношения с моим молодым человеком, в какой-то мере все это повлияло на мое здоровье, и в том числе на здоровье моих волос. Они стали чуть больше выпадать, их состояние ухудшилось, и именно поэтому я серьезно занялась лечением своих волос, и начала я с витаминов. Вот такие витамины я пью сейчас, уже на протяжении чуть больше двух месяцев, до этого я пила витамины Супрадин, по-моему называется, особого эффекта я от них не увидела, если честно. Эти витамины не только для волос, но они также и для ногтей, и могу вам сказать, что результат я вижу уже сейчас, даже несмотря на то, что курс лечения должен проходить от 3 до 6 месяцев, я еще и 3 месяцев не принимаю. Так что всем вам советую, особенно если ваши волосы нуждаются уже не только во внешнем уходе, а еще и во внутреннем, то есть если вы сталкиваетесь с какими-то нервными ситуациями в своей жизни, обязательно пейте витамины для здоровья ваших волос. Также свое лечение я сопровождала консультациями с трихологом, трихолог это можно сказать врач для ваших волос. Когда я пришла к трихологу, она посмотрела мой волос под микроскопом и сказала, что на самом деле выглядит все намного хуже, чем есть на самом деле. И я была безумно этому рада, потому что мои волосы тогда были чересчур сухие, даже совсем сухие. После консультации врач посоветовала мне такую процедуру, как криотерапия или некоторые ее называют азототерапия, по-моему. Суть в том, что врач опускает специальную деревянную палочку с ватой на конце в такую цистерну с жидким азотом, он ледяной, и прикладывает к коже вашей головы. Плюс этой процедуры в том, что сосуды у вашей головы, они как бы сначала расширяются, потом сужаются, обратно расширяются и сужаются. Именно тогда происходит больше прилив крови к вашей голове, к волосяным луковицам, и рост волос происходит намного быстрее. Более того, жидкий азот обеззараживает кожу вашей головы, что тоже является своеобразным плюсом. Ну а сейчас я хочу рассказать вам о тех средствах, которыми я люблю пользоваться, которыми я пользовалась когда-то или пользуюсь сейчас. И начать я хочу со средства с даже очень приемлемой ценой и с достаточно хорошими свойствами. К сожалению, эта косметика на данный момент у меня закончилась, и говорю я про косметику Сиберика. Я очень люблю именно облепиховую линию, то есть там голубой шампунь, оранжевый бальзам и маска. Я безумно люблю именно эту серию, потому что у нее просто мега запах сногсшибательный, можно даже так сказать. И, конечно же, хорошие свойства. Обязательно попробуйте масло для волос из этой облепиховой серии, потому что я была от него в восторге. Также совсем недавно я купила себе косметику Альфа Парф. Вот так она выглядит. Это шампунь, маска и кондиционер. Могу сказать, что примерно только 10 раз после мытья головы этим шампунем и вообще этими средствами я была довольна на все 100%. Потому что потом эффект уже постепенно уходил, и я не видела такого прямо результата, не знаю почему. Но эта косметика в любом случае очень хороша. Я очень люблю маску из этой серии, потому что она действительно лечит волосы. Она, не знаю, покрывает их как будто бы какой-то невидимой пленочкой. Очень довольна, всем советую. Запаха у этой косметики нет, как, в принципе, у всех уже более профессиональных средств, скажем так. И я, в принципе, с большего ей довольна. Эта косметика чуть дороже, чем Сибирика, и чуть дешевле той косметики, о которой я расскажу вам сейчас. Совсем недавно купила себе новую серию уходовых средств от французской фирмы Labiostik. По-моему, так. Я точно не уверена, как правильно читается, я не француженка. Но в любом случае, названия всех продуктов, которые я люблю, которые мне нравятся, будут под этим видео. Я очень довольна этой косметикой. И на данный момент это мой фаворит, хотя я пользуюсь этой косметикой около двух недель. Наверное, так. Очень люблю этот спрей. Я наношу его на мокрые волосы, буквально 4 прыска, и просто распределяю по волосам. Шампунь тоже очень классный, профессиональный. Иногда я даже могу не пользоваться кондиционером или маской той же, потому что мне достаточно одного шампуня. Он очень смягчает волосы, несмотря на его свойства очищения. Вот. То есть я довольна. Также хочу рассказать вам о трех маслах. Первое масло это Maracan Oil. Оно у меня уже закончилось, и я была им очень довольна, потому что у него очень легкая текстура, и он очень медленно расходовался. То есть мне на мои волосы, на моей кучеряшке, достаточно было только пару капель. Следующее масло, которое я наношу перед мытьем головы, это обычное оливковое масло с добавлением немного миндального масла, по-моему. Это масло подарил мне мой парикмахер бесплатно, так что я рада, спасибо тебе, Макс. Второе масло это Natura Verde, и оно тоже достаточно хорошее. У него легкая текстура. Я покупала его достаточно давно, и совсем недавно нашла, наконец-таки, на своих полках. И сейчас вот оно у меня уже на донышке осталось. Очень классное, с легкой текстурой, тоже достаточно пару капель. Также одним из основных средств ухода за нашими волосами являются расчески. У меня их две. Немножко в волосах, извините. Первое это Tangle Teaser, по-моему, я правильно называю, хотя не уверена. Очень классная расческа. Если вы еще сомневаетесь, брать или нет, то берите. Лично мои волосы эта расческа вычесывает на раз-два. Мои запутавшиеся, кучерявые волосы. Так что у нее действительно какие-то чарующие свойства. Не знаю, как так получилось. Вторая расческа обычная, деревянная. Я ее использую для массажа головы, но об этом поговорим немножечко позже. Ну, вроде бы все. Я рассказала вам о всех своих спреях, маслах, шампунях, масках. Надеюсь, что-то из моего ухода подойдет и вам. И следующий этап это мои советы для вас, для того, чтобы ваши волосы были ухоженными, блестящими, длинными и красивыми. Так что поехали. Так, первый совет связан с маслом для волос. Я бы советовала наносить вам масло для волос перед мытьем головы. Несмотря на то, сколько у вас времени есть, 10 минут, полчаса или, возможно, час. Это очень хорошо помогает нашим волосам, увлажняет их. Кстати, дам вам такой совет. Никогда не наносите масло, какое бы оно ни было, даже репейное, на кожу головы. Потому что я однажды это делала, и потом я пришла к трихологу, мне сказали, что это неправильно. И даже репейное масло, на котором иногда пишется, что его нужно наносить на кожу головы, на корни, это все неправда. Это все вредит нашим волосам. Потому что кожа вашей головы всегда должна быть не то чтобы сухой, но она не должна быть жирной. Потому что тогда волосяная луковица, из которой должен пробиваться ваш волос, она просто заплывет этим маслом, и масло не даст волосу вырасти. То есть вы делаете процесс роста ваших волос намного медленнее. То же самое касается и маски. Никогда маску не наносите на кожу головы, на корни, потому что нам не нужны жирные корни. Нам нужны запечатанные, красивые кончики волос. Не посеченные, не сухие. Кстати, к вопросу о посеченных кончиках, вы спрашивали меня, как с этим бороться. Девочки, честно скажу вам, эта проблема касается всех. И практически у каждой второй девушки есть проблема посеченных кончиков. Просто для того, чтобы волосы не секлись, надо их обрезать раз в два месяца, раз в три месяца. В принципе, все зависит от вашего состояния, от здоровья ваших волос. Следующий совет касается роста волос. Мой парикмахер Максим рассказал мне очень чудную историю. Он занимается парикмахерским искусством уже более 20 лет. И в 16 лет он провел такой эксперимент. Он поделил волосы на две части. И одну часть головы массажировал вот такими движениями расческой. Массажной расческой обычной. А вторую часть головы просто не трогал, не массажировал. И буквально через три месяца та часть волос, которую он массажировал, выросла вот настолько. А другая часть волос была ровно настолько же меньше. Поймите всю чудодейственную силу массажа головы. Это действительно очень полезно. Потому что рост наших волос зависит именно от того, насколько хорошее кровообращение у вас в голове. Прямо у волосяных луков, можно сказать. Итак, следующий совет. Я хочу поговорить с вами о том, как ухаживать со своими волосами во время сна. Многие девочки считают, что мы ночью отдыхаем, и наши волосы должны отдыхать. И поэтому не нужно их заплетать ни в косу, ни завязывать никакими резинками. Просто спать с распущенными волосами. Это не совсем правильно. Особенно для обладательниц таких же волос, как у меня. Пористых и с сухими кончиками. Потому что, когда вы спите на подушке, или вообще, когда вы просто спите, ваши волосы трутся о ту поверхность, на которой вы спите. И, возможно, это звучит как глупость, но это действительно так. Ваши волосы стираются и становятся более тусклыми, более тонкими. И совсем уж явно нездоровыми. Конечно, это не означает, что вы должны заплетать волосы в какую-то тугую косу или в гульку. Это тоже неправильно. Лично я заплетаю свои волосы в совершенно такую легкую, небрежную косичку. Это удобно и для меня, и полезно для моих волос. Поэтому вот так вы видите, что нигде ничего не перетягивает волосы. В принципе, в свободном положении. Внизу я закрепляю их резинкой два раза, чтобы не пережимать волосы. И я, когда начала спать именно с косой, я заметила, что мои волосы стали намного здоровее. Правда вам скажу. Кстати, про косу. Очень полезно убирать волосы в хвостик или в косичку, так же, когда вы находитесь на улице. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Потому что, если вы обладательница красивых волос, ухоженных, конечно, не хочется их прятать. Но в любом случае, знайте, что полезнее спрятать волосы от внешней среды, чем гулять с распущенными волосами. Следующий совет достаточно распространенный. И я уверена, что вы знаете об этом. Я говорю о нервах. Я говорю о том, что нужно меньше нервничать. Потому что именно от состояния вашего внутреннего мира зависит ваше здоровье. Как ни крути, здоровье ваших волос напрямую связано с восприятием вашего мира, с тем, насколько часто вы нервничаете, насколько часто вы выходите из себя, или же наоборот, насколько часто вы улыбаетесь и веселитесь. Так что я хочу пожелать вам легких рабочих будней, чтобы ваша работа вам нравилась, чтобы вы получали от нее удовольствие, чтобы вы ценили каждый прожитый день. И, по-моему, мы подошли к концу этого видео. Я надеюсь, что оно оказалось для вас полезным, и вы узнали что-то новое, потому что я действительно старалась. Я собирала информацию из разных источников, и надеюсь, я чем-то вам помогла. Я старалась рассказать вам о своих волосах, о том, что я делаю с ними, когда они не в самом лучшем состоянии. Так что, если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и растите свои шикарные, ухоженные и длинные волосы. Я безумно рада, что вы у меня есть, я безумно вас люблю и ценю, и надеюсь, что скоро увидимся в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok